Привет всем, кто верит в себя. С вами Эван. Мое главное слово вере, я верю в людей больше, чем они сами верят в себя. И я искренне надеюсь, что если вы сможете разглядеть в себе то, что вижу в вас я, то вы сможете изменить наш мир к лучшему. И чтобы помочь вам на этом пути, сегодня мы будем учиться у Роберта Киосаки. Я очень застенчивый. Очень-очень застенчивый по натуре. Вернувшись из Вьетнама, мне проще было убить кого-то, чем заговорить с ним. И однажды я решил для себя, решил пойти по стопам моего богатого папа и сказал ему, я хочу быть предпринимателем. А он сказал мне, но у тебя есть проблема. Я спросил, какая? И он ответил, ты скромный. Тогда я спросил, и что из того, что я скромный? А он сказал, а то, что тебе придется продавать и справляться с отказами. Навык номер один, ты умеешь справляться с отказами? Ответ, нет, я не умел этого. И я сказал, но я хочу научиться продавать. Это был 1973 год, мне было 25, и мой богатый папа спросил, как у тебя с женщинами? Я ответил паршиво. Он спросил, сексом занимаешься? Я сказал, нет. А он мне потому, что ты не умеешь продавать. Усекли, поэтому, когда я говорю о необходимых навыках и когда все летит к чертям, лучше бы вам начать продавать. В 1974 я устроился работать в Xerox, чтобы научиться продавать. Прошло 4 года. И я стал первым в этом деле. Сегодня я автор бестселлеров, и когда разные умники говорят мне, что я не умею писать, я отвечаю, да, писать не умею, зато продаю отлично. Не умеешь продавать, не умеешь зарабатывать. Точка. Конец цитаты. То, что у тебя есть продукт, еще ни хрена не значит. Но главное начать. И не имеет значения, с какого продукта ты начинаешь. Главное, что начинаешь. Я начинал с нейлоновых кошельков. И их успех обчистил меня. То мы никак не могли продать их, то они вдруг стали популярны. Тогда я не успевал вкладываться в них снова и снова, потому что продажи взлетели как на дрожжах. И я занимал и занимал, потому что не мог удовлетворить спрос. Следующий урок. Но именно так мы и учимся. Я не настолько помешан на продажах, как Роберт, и не считаю умение продавать самым важным навыком в жизни, потому что это лишь один из путей. Если вы хотите стать отличным продажником, то это потрясающий путь, чтобы построить бизнес. Но он не единственный. Есть множество скромных предпринимателей, я в том числе, которые смогли добиться успеха. Людей, о которых вы никогда не слышали как раз из-за их застенчивости, но которые смогли найти способ пробиться. Так что еще раз, если продажи – ваша сильная сторона, или если вы хотите развиться именно через них, дерзайте, это потрясающий способ, но он же не единственный. Когда я начинал заниматься этим бизнесом, нашей школой Сальсы, я сел с Алексом, и мы рассматривали 10 различных вариантов, как нам лучше развиваться. И я попросил его выбрать два, на которых ему бы хотелось сфокусироваться. Я выбрал свой, и он свой. Одним из них были как раз продажи. Я сказал, окей, давай начнем продавать наши услуги, заключать партнерские договоры, говорить, привет, мы тут открываем школу Сальсы, можете рекомендовать ее вашим клиентам, а мы найдем способ рекламировать вашу продукцию. Алекс же сфокусировался на том, чтобы предоставлять отличный сервис нашим клиентам. И это один из способов. Если ты предоставляешь отличный сервис, то люди к тебе вернутся, и они расскажут о тебе своим друзьям. И так мы ушли от непосредственных продаж. Изначально я думал, окей, будем нанимать продавцов и заниматься рекламой, но в итоге мы переключились на нет. Лучше мы сосредоточимся на том, чтобы наши клиенты были по-настоящему довольны нашими уроками. Потому что когда они вновь к нам вернутся и расскажут о нас своим друзьям, и так у нас будет все больше учеников. Ты можешь сосредоточиться на продажах и маркетинге, можешь сосредоточиться на команде, подбирать людей с нужными навыками, можешь воспользоваться услугами пиар-агентства или популярных блогеров. Не обязательно это должен быть традиционный подход хардкорных продаж. Но что объединяет все эти подходы, так это то, что если ты хочешь стать успешным предпринимателем и быть лидером, ты должен найти способ связаться с людьми. И если в качестве такого ты видишь продажи, отлично. Просто я для себя не рассматриваю типичный принцип продаж. Когда мне нужно выполнить какую-то норму, и я должен заставить человека купить мой товар во что бы то ни стало. Но часто продажи рассматривают именно с такой точки зрения. Я же смотрю на них как на возможность сделать для человека лучшее, что я могу. В то время как зачастую продавцы просто стремятся заработать свой куш. Надавить на покупателя с целью получить что-то для себя. Довольно эгоистичный подход, не берущий во внимание нужды самого покупателя. Но если вы хотите заключать партнерские соглашения, хотите появляться в СМИ, хотите быть классным лидером, идейным лидером, создавать отличные рекламные кампании, выделяться в соцсетях, вы должны научиться понимать, как связываться с людьми и как действовать в их интересах. Я просто хочу дать людям понять, что быть застенчивым нормально. Если вы застенчивы, вы также можете быть успешны в бизнесе, можете быть успешны в чем угодно. Эллен интроверт, что меня поразило, но у нее свое популярное ток-шоу на ТВ. Есть множество способов добиться успеха. В том числе и в бизнесе. Что-то может подходить одним людям, но совершенно не подходить вам. И худшее, что можно сделать, худшее, это слушать человека, совершенно не похожего на вас, совершенно другими убеждениями, слушать его высказывания о том, что это единственный путь, и чувствовать, что вам это не под силу, потому что вы не можете быть таким, а значит и успех вам не светит. Вы можете попробовать снова и снова, но пробиться для вас нереально, потому что вы не настолько хороши, как этот человек. В то время, когда лучший вариант, это найти кого-то похожего на вас, кто смог добиться успеха, кого-то, кто верит в то же, что и вы, кого-то близкого вам по характеру и учиться у этого человека. Сказать себе, он смог, у него получилось стать отличным предпринимателем, даже будучи застенчивым интровертом. Значит, получится и у меня. Итак, если вы воспринимаете продажи и способность связываться с людьми как одно целое, это нормально. Но если для вас продажи это нечто ужасное, ничего страшного, вы всегда можете выбрать другой путь и стать успешным, даже если вы застенчивы. А мой вопрос вам на сегодня – скажите, насколько застенчивы вы и что вы понимаете под продажами? Понимаете ли вы под ними продавцов, которые всеми силами пытаются выполнить план, или видите их как попытку установить контакт с людьми, чтобы помочь им сделать нужный выбор? С нетерпением жду ваших комментариев. И оставайтесь вместе с нами, потому что далее вас ждет еще два бонусных видео. Я также хочу поблагодарить Water One Hack. Большое спасибо, что приобрел мою книгу «Твое главное слово». Я очень тебе признателен и надеюсь, она тебе нравится. Еще раз спасибо всем за просмотр. Я верю в вас, надеюсь, и вы продолжаете верить в себя и в свое дело. Люблю вас, и скоро увидимся в очередном выпуске. Энспрессо. Для предпринимателей – забудьте о продавцах. Поговорим о предпринимателях, которые пытаются начать бизнес. Если вы не умеете продавать, не умеете оказывать влияние, убеждать, что уж удачи вам с вашим делом. И я говорю не только о ваших покупателях. Я говорю о банкирах, венчурных инвесторах, ваших продавцах, людях, которые на вас работают. Как вы сможете поддерживать их энтузиазм? Как сможете передать им свое видение? Ведь что такое продажа в высоком смысле? Передача эмоций. И эмоция, которую мы транслируем, это эмоция уверенности. Прекрасно, когда кто-то чувствует уверенность. Да, это мне поможет, это мне нужно. Если вы предприниматели, пытаетесь начать бизнес, нанимаете людей, то вы пытаетесь продать им свое видение будущего. Того, что ждет компанию. И если вы не можете этого сделать, что ж, удачи вам в поисках достойных людей. Это почти невозможно. Вот почему порой говорят «О, да, он продавец». Да, может это и так. Но дело даже не в его идеях, а в его способностях продать его идеи другим. Вдохновить. Мотивировать их. Так что продажи – это не... Люди часто относятся к продажам «О, ну я не продавец, мне это не нужно». Нужно. Вы должны уметь оказывать влияние. Как вы будете заставлять своих детей заправлять их кровати? Или делать домашнюю работу? Или поверить в ценность образования? Как убедите своего арендодателя снизить для вас арендную плату или продлить срок аренды? Умение продавать важно везде. Так что, когда я говорю, что взломал код влияния, что я реально сделал, это пошел в обратном направлении. Отправился из финальной точки в начало и проследил, что происходило, пока я не услышал «да». Я взял эти знания и превратил их в систему, которая сделала меня из никому неизвестного паренька в долларового миллионера. Продажи – это то, чем вам придется заниматься до конца своих дней. Большинство не переносит продаж, а кто-то обозначает их более благозвучно, подбирая синоним «коммуникации» или что-то такое. Но это продажи. Кстати, все, кто хочет выключить это видео, потому что ему до продаж дела нет, «Эй, ты хочешь жениться на любимой девушке?» Тогда ты должен выгодно продать себя ей и родителям, и ее друзьям. Все это продажи. Хотел получить эту должность – чистая продажа, чувак. И тот, кто занял эту должность – лучший продавец, чем ты. И не обязательно это должность продажника. Это может быть специалист HR или кто-то еще, но он понял, как продать себя лучше, чтобы получить эту позицию. И тебе не мешало бы этому научиться, если хочешь заработать кучу денег.